Председатель квартального комитета номер 39 Людмила Лазебник ежедневно принимает жалобы от местных жителей. Грязь, разбитые дороги, пыль, шум и строительный мусор. Жалоб много. Застройщик Петросян возводит целый жилой комплекс из нескольких домов. Все негативные последствия стройки соседи терпят уже два года. Пробовали поговорить с застройщиком, диалог не получился. Жители Алексеевки делегировали жалобы Людмиле Лазебник. Представитель народной власти за помощью обратилась к первому вице-мэру Анапы Светлане Яровой. Факты подтвердились. Я считаю, что на стройке тоже есть определенная культура строительства. Мы тут все вопросы в рабочем порядке порешали. И в пятницу, в субботу будет контрольный выезд. Уверена, что на все обращения жителей совершенно справедливые. Будут предприняты меры застройщиками к устранению. Весь строительный мусор вывести за неделю. Такое указание получили застройщики. Не выполнить поручения не удастся. В субботу у меня рабочий день. Я подъеду. Жители жалуются не только на горы строительного мусора по адресу строящегося дома под номером 30В по улице Станичной. Большегрузные машины разбили дорогу. Грязь после дождя не пролазная. Работники ЖКХ дают совет указания. Засыпки более плотной фракции. Почему? Потому что когда на самом деле пойдет дождь, вот эта мура, вот она сейчас смоется. Этот факт по нарушению правил застройки нужно принять к сведению всем застройщикам города-курорта. Нарушают все по-разному. Отвечать придется всем одинаково. По закону. В целом, должно сказать, что мы готовим совещания. Ранее в Анапе никогда, насколько мне удалось выяснить, такие совещания, встречи рабочие не проводились, на которые будут приглашены все крупные застройщики. И, соответственно, должен быть налажен определенный контакт. То есть это не должно быть игрой в одни ворота. Получил разрешение на строительство и делать, что хочу. Ничего подобного. Существуют и заинтересованные стороны, существуют соседи, существуют правила. Должен быть порядок на строительной площадке, должен быть информационный щит, должно быть соответствующее ограждение. Благоустройство, предусмотренное проектом, должно быть исполнено. Но тут нет ничего, никакой катастрофы. Все эти вещи можно решить в рабочем порядке. Главное – контроль и взаимопонимание. Думаю, то и другое мы найдем. Стратегия власти города проста и понятна. Незаконным стройкам в Анапе прописку не дадут. Закон о послушных застройщиков поддержат. Лариса Басова, Антон Чистяков, Анапа. Регион.